Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Кто угоднее Богу? Человек, наслаждающийся счастьем или страдающий от трудностей воискупления грехов? С одной стороны, ответ абсолютно очевиден. Слишком много евангельских притч говорят нам о том, что как Господь любит грешников. Вспоминаем притчу о блудном сыне. Блудный сын возвращается, и действительно, отец ему такой праздник устраивает, а страшный сын, который был всегда с отцом, он убежается, а Господь его успокаивает. Сыне, вот ты должен радоваться, потому что твой брат нашелся. Говорит, да в принципе все мое твое, мне тебе даже ничего дарить не надо. И точно так же мы смотрим и вот притчи о потерянной Драхме. У женщины наверняка это была не последняя денежка, но то, что она ее искала и нашла, и радость сердца куда больше, чем у нее что-то там еще там на полочке или где-то в ящичке, в сундучке лежит. И то же самое, конечно. И вот из этой притчи хотелось бы стих прочитать, о притче о потерянной овечке, да, где Господь имеет стадо, сто овец, а одна заблудшая. И Господь берет, оставляет, бросает всех этих 99 овец и идет ради того, чтобы вот эту заблудшую спасти. И спасает. И что нам говорит апостол-евангелист Лука в 15 главе, в 7 стихе. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Ответ вроде очевиден. Но на самом деле это ответ немножко на другой вопрос, потому что человек, Богу угодний человек, кающийся в данный момент, потому что у него есть некоторый духовный рост, и он перебарывает себя. Тем не менее, вспомним, вот там говорят, святитель Николай, Никола угодник. Это не значит, что он был очень кающимся, Богу угождал. А то, что он, находясь уже в праведности, все равно находил все силы к Богу дальше и больше и выше идти. Именно поэтому, когда мы смотрим на человек, наслаждающийся счастьем, или человек несет страдания за какие-то грехи, в их искупление, причем достойно несет, не ропща на Господа, понимая, да, Господи, это ты мне послал, то тут ответ будет угоднее тот, кто Богу при этом приближается. Если ты несешь страдания в искуплении грехов, ропщишь, говоришь, Господи, ты неверно посчитал, я не настолько нагрешил, ты меня сильнее наказал, или вообще вот там какие-то другие люди, ты их чего не наказываешь, они куда более грешные, или, в принципе, да не, я хороший человек, вообще я страдаю, вообще ничего не пойму, то, конечно, это Богу не угодно. То есть ты страдаешь за грехи, а при этом Богу не приближаешь, я сам себе дорогу перекрыл. И то же самое, если мы смотрим, ну и человек, и праведный, и он там наслаждается счастьем, или человек неправедный, и он тоже погряз в каком-то счастье, но это уже счастьем не будет, потому что благополучие, там материальное, благополучие, какие-то связи, какие-то, что толку Господь говорит, что ты весь мир приобряешь, а душу свою погубит, это несчастье. И человек не то, что там потом будет расплазиться, уже сейчас человек грешный, несчастлив. То есть сатана обманывает, когда он предлагает вот это сравнить, ой, я там за грехи страдаю, а вот этот человек, он вроде берет и счастлив, хотя грешен. Нет, уже этот человек несчастливый, поэтому с ним можно не сравнивать. А сравнив с человеком, который правда как-то заботится о своей душе, борется за нее, и Господь его каким-то спокойным счастьем, ровным, без крайности поддерживает. Если этот человек останавливается в своем духовном развитии, не значит, что Господь его будет как-то наказывать, хотя риски есть, но тем не менее Господь будет сожалеть, что вот пока человек искуплял свои грехи, он там боролся с болезнью, боролся с безработицей, там какие-то на него клевету преодолел, и вот он как-то Богу шел в душе, а у него все хорошо, и человек не делает своих шаг дальше. Он стал как-то спокойнее жить, и уже молитва не такая горячая, и уже как-то спокойно живешь, и не думаешь о страданиях ближнего. Уже как-то у тебя все более-менее сложилось, и ты наоборот думаешь, ой, не, конечно, я там и очень богатый, и все у меня есть, и все стабильно, но нет, у меня такая-то проблема, поэтому я могу не открывать свое сердце для страдания окружающих людей, но все равно мир весь не исправить. И тут, несмотря на то, что более-менее человек пряник, тогда он уже будет не столь угоден Господу, хотя это не значит, что Господь его как-то будет карать. Поэтому ответ главный и вывод, это ответ не теоретический, а практический, в любой ситуации, и в ситуации, когда мы в искуплении грехов своих какое-то искушение, страдание терпим, и в ситуации, когда Господь нам наоборот, нас поддерживает, подбадривает каким-то радостным моментом и периодом нашей жизни, мы не должны останавливаться, потому что Господь сказал, я путь истинной жизни. Раз Господь путь, надо всегда идти, пока в Царствие Небесное не придешь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok